добрый день дорогие друзья я бы сегодня хотела с вами поговорить об очень интересном растении как змееголовник значит молдавский вот это такое вот растение так вот он выглядит у меня в данном случае посажен вот змееголовник овощной альбион вот и вот он здесь у меня растет вот есть еще вот такой вот вот змееголовник тоже с фиолетовыми а это с белыми цветочками змееголовник это изысканное и очень полезное пряное растение дорогие мои это также из семейства яснотковых губоцветных своим названием конечно обязан тому что цветок змееголовника значит отдаленно напоминает голову змеи змеи или дракона я вам покажу как он светел сейчас он меня тут несет а там есть еще как который вот оцветает вот это из миголовник овощной значит мелиса турецкая драконолог головник медовик и так далее это чудесные растения должно расти в вашем саду я просто советую вам очень вкусное и ароматное растение значит родина этого растения китай и южный сибирь но она успешно культивируется еще и в украине молдавии на кавказе значит во многих регионах россии встречаться еще другие дикие виды змееголовника змееголовник молдавский найти обладает нежным лимонным запахом и пряным вкусом вот так вот потрешь немножечко и все и так такой вкусняшку источает вот цветущие побеги источает сильный еще вот вот эти вот медовый аромат очень когда вот так вот отломаешь потрешь очень вкусно такой медовый дух скажем привлекает множество значит и шмелей и пчел поэтому значит змееголовник относится к культивируемым значит и медоносом то есть его со посадив значит будут пчелки и бабочки и все такое у вас саду вот и он способен еще и очаровывать значит удивлять своими красивыми цветочками и листочки мне довольно таки красивые такие с резцами вот это однолетние травянистые растения высотой от 40 до 60 сантиметров стебель прямостоячий значит четырехгранный вот сильно разветвленный куст такой большой делается вот зеленый или вот с фиолетовым красными пигментами пятна вот два вот таких вот вида так листья значит черешковый супротивные по краям вот я показывала вам такие пильчатые вот зубчиками вот значит цветки у них белые либо голубовато фиолетовые вот как я показывала картиночки вот у меня их два вида посажены этот маленький еще вот и горыныч альбион вот уже какой большой вот я уже очень много сушила там отрывал у меня много срезанного есть но тут один кустик такой рядышком с другие другой приправкой посажем вот смеси значит что же вам еще сказать цветение начинается с нижних цветков и постепенно переходит края вот вот отсюда вот вот отсюда начинается и и постепенно переходит дальше дальше также идет и созревание семян семена значит у него мелкие продолговато такие овальные длиной 3 миллиметра трава змеи головника содержит алкалоиды значит фла значит ванаиды эфирные масла гераниол титраль забыла как там еще кумарины сейчас все растения содержат большое количество эфирного масла значит и витамина c поэтому она используется даже еще и в лекарственных целях вот змеи головник обладает противосудорожным успокаивающим разно заживляющим вот еще и более утоляющим свойствами укрепляет иммунитет вот и еще очень хорошо значит полезен и улучшает работу почек вот очень драгоценное растение пожалуйста посадите у себя в саду и используйте его в лекарственных целях не только в кулинарии змеи головник обладает еще противосудорожным вот значит еще в тибетской медицине его издревле еще использовали при язве желудка и болезнях ну пищевода вот кроме прекрасной кулинарной пряности еще вот в лекарственных целях возбуждает на еще аппетит и усилит процесс ну пищеварения так используют значит змеи головник при улучшении сердцебиения значит невралгии головной боли мигрени при ломате и при простуде вот тоже он и лимонный такой вкус у него значит наружный настой еще можно применять и для полоскания зубов вот если у кого-то там бывает стоматит у детей тоже это очень очень хорошее средство вот можете полоскать свежие измельченные листья ускоряет значит заживление гнояческих ран и при ризматизме и ушибах значит к больному месту прикладывают вот свежие листочки так немножко помять их и прикладывать вот компрессы и страх тоже обладает антисептическим действием значит при этом значит микроорганизмы они не вырабатывают к нему устойчивости даже при длительном применении вот вот какое еще это растение еще конечно можно высаживать на клумбе значит она необыкновенно украсит ваш цветник он же цветет вот я тут показывала очень красиво вот один белый такие вот действительно как вот змею голову напоминает вот значит в гость средстве вот есть шесть сортов конечно в данном случае вот у меня альбион вот я вам показала потом архат есть эгоист значит горгона вот у меня тоже два вида альбион и горгона горыныч значит арома 2 молдавский значит высокомасленичный вот арома 2 тоже очень хороший я никак его не найду тоже хочу купить вот это неприхотливое растение несложно вырастить даже на своем садовом участке стоит помнить что измайл головник да любит свет про это не надо помнить на солнечном месте а посаженный тенями он не только вытянется у вас но потеряет декоративность но еще и главное самое важное потеряет эфирные масла вот содержание в нем резко снизится если будут расти у вас он в синий так что он любит нежиться на солнышке вот у меня там на альбийской горке еще посажено также это растение холодостойкое семена значит как прорастает при температуре 5-7 градусов всходы переносит длительные даже вот заморозки понижение температур лучше растет конечно на легких гумусовых почвах ну вот все травы конечно я вот так стараюсь сажать и конечно же он не переносит переувлажнение об этом нужно помнить теплолюбивая любит сухость и легкие почвы так посев змей головника проводят в ранние сроки значит в апреле ну или в начале мая высевает рядочками так вот рядками и между рядами должно быть 40-60 см потому что как я говорила он очень кустистый вот или по схеме с расстояниями 8-10 см ну там посмотрите между летними между между лентами значит 50-60 см а между растений 8-10 см глубина заделки семян полтора два это самое сантиметра потому что они очень маленькие 3 см миллиметрик они очень маленькие такие продолговатые семена мелкие вот всходы конечно появляется через две недели вот я даже ну как бы проверяла дни вот и я вот заметила вот этот кустик вот лично над ним я работала специально вот ну две недели уход в чем заключается уход конечно же в прополке рыхлении и обязательно прореживание растений которые ну оставляете на расстоянии 8-10 см друг от друга вот значит растение сначала развивается конечно очень медленно это я тоже сначала очень к этому на это обращала внимание и думала как долго другие травы раз и все но главное полоть прополку рыхлить и потом он в дальнейшем хорошо будет развиваться и сам будет заглушать даже сорняки вот змееголовник отзывчив на внесение органических и минеральных удобрений вот я вот травку в бочке тоже разбавляла все поливала и его тоже и вот он кстати очень хорошо пошел расти вот хотя растение устойчивое но для ускорения роста конечно в период вегетации змееголовнику необходимо увлажнение почвы иначе он будет конечно отставать в росте и знаете бывают другие травы быстро отцветают из-за этого раз и все вот значит цветет змееголовник когда он цветет очень долго начиная с июля и до конца сентября чтобы вырастить семена необходимо в рядках оставить немножечко как бы чтобы воспевали семена не обрывать все или даже можно в загущенном посадке собирать его посадки выращивать ничего страшно ну конечно афирные масла они снизятся и урожай травы будет не такой значит при уборке растение обрезает цветоносы с частью верхних стебелей ну вот так вот прямо вот вот так вот обрезает вот так как нижние части стебли почти не содержат эфирных масел сушка значит сырья обычные как и все в пищу используют листья и молодые побеги значит и в свежем и высушенном виде добавляют значит куда к салатам супам к рассольникам мне очень нравится к рыбам даже к грибам вот сушеный можно добавлять чай жидкие блюда пряности добавляет тоже ну за три минуты конечно до подачи на стол вот супчик змееголовник хорошо сочетается еще с другими пряностями вот я добавляю даже закручиваю маринады всякие делаю помидоры томаты значит каких с какими этим значит с тимьяном чаберем и любистком вот тимьян чабер и любисток и вот змееголовник очень хорошее сочетание я вам очень советую я и помидоры и капусту все тоже это закручиваю ну вот что же вам еще рассказать он конечно входит в состав пряных смесей вот этих заменяющий душистый и черный перец вот поэтому я ими закручиваю не добавляю обязательно нужно это учитывать не добавлять потому что он заменяет черный перец и душистый перец вот и будет перебивать вкус еще винодель винодель измейголовник при изготовлении вермута использую тоже так значит ароматичность сухих листьев значит усиливается знаете как я заметила через 2-3 недели после хранения вот как вы послушайте соберете его через 2-3 недели вот вот я сейчас вот так ручкой прохожу прям вот так вот делаю и такой запах стоит лимонный такой вот с медовым таким вкусом очень-очень вкусно стоит вот немножечко зимой вот взять высушенной красе и потереть в ладошки и он источает такой вот прямо терпкий лимонным ароматом и конечно сохраняет свой аромат при длительном хранении вот значит отлично можно ароматизировать чай как я говорила всего 1 щепотчка измейголовника добавить в чашечку чая и уже превосходит все ваши разыдание вот он пересилит конечно аромат мелису и котовника вот я вам еще о котовнике расскажу у меня много очень трав вот познакомлю вас с таким хорошим тоже ароматическим растением значит вот это котовник потому что он очень важно правильно дозировать эту пряность чтобы не переборщить вот щепоточку всего лишь в чашечку ну вот на этом я с вами хочу попрощаться пожелать вам всего самого хорошего посадите пожалуйста себе в сад вот такую ароматическую приправку и вы будете довольны до следующих встреч желаю вам хороших дней добрых ласковых и хороших ароматических трав в сад посадить всего вам самого доброго желаю хорошего до следующих встреч дорогие огородники и любители готовить до свидания